Исторический момент для жителей микрорайона Подресского. На улице Комсомольской на территории строящегося жилого комплекса закладывают капсулу времени с посланием потомкам и дают старт строительству новой школы. Куб с посланием ляжет в фундамент будущего учебного заведения. Рабочие уже подготовили котлован площадью без малого 20 тысяч квадратных метров. На его территории и разместится новая четырехэтажная школа на 1100 учеников. Учебное заведение станет одним из самых больших в микрорайоне и существенно разгрузит другие школы. Для Подресского это архиватная школа. Жители нам говорили много об этом, неоднократно писали, обращали. В первую очередь я хочу сказать слова благодарности нашему губернатору Московской области Андрею Юрьевичу Воробьеву. По проекту застройщика центральное место займет сквер для отдыха. Внутри школы разместят два спортивных зала, библиотеку, лаборантскую, места для выставочных работ и актовый зал на 550 мест. Снаружи возведут футбольное и баскетбольное поле, зоны для воркаута и игр для младших классов. Особенностью школы станет наличие бассейна. Очень рады, что у нас будет новая школа. Очень ждем с нетерпением начало ее строительства и завершения соответственно тоже. У нас ожидание, что у детей будет место для занятий, для досуга, для любого времяпровождения. И это место будет новым, свежим и нам будет в удовольствие. Завершить строительство школы планируют уже в 2025 году. Со стороны депутатского корпуса могу заверить, что мы каждый этап строительных работ будем держать вместе с жителями на контроле, регулярно посещать и добиваться того, чтобы в сроке, которые определены, этот образовательный объект распахнул свои двери. Новая школа станет частью ансамбля жилищного комплекса «Первый Шереметьевский». Это пять домов переменной этажности на 4230 квартир. Сейчас застройщик возводит первые два корпуса. При строительстве новых крупных микрорайонов мы пользуемся, так скажем, кредо наше, чтобы все абсолютно развлечения, магазины, все было в шаговой доступности. Ну и, конечно же, образование. В первую очередь мы заботимся о том, чтобы дети пошли в удобную, комфортную школу. Весь проект обещают сдать в 2028 году. Олег Тюрин, Дмитрий Бочаров, Софья Ткаченко. Новости. Химки ТВ.